Всем я Квас и это Дикие Земли Сегодня мы продолжаем кататься по пустынке По пустынке По пустыне, думаю Вот Уже чувствую сладкий запах победы Что вот уже вот-вот Вот тут чуть-чуть осталось буквально Я Будучи в оффлайне Ну конечно здесь нет Здесь и собрал до конца всю синьку Пособирал немного царь-убийцу Вот мне тут осталось Зачистить Насколько Давай посчитаем Пока не забыл Раз регион Давай лучше так Раз регион зачистить Досье собрать Здесь все Второй регион собрать Третий регион собрать Четвертый Пятый Вот пять регионов зачистить Да И вот этот Подчистить Тут еще фишка заключается вот в чем Мы с вами собираем царь-убийцы Не только вот такие вот листочки Но еще и легенды Вот они вот так вот выглядят Ну вот И они не всегда лежат в городах Или еще где-то Иногда вот просто вот Значок вопросительный Вот здесь вот стоит И все И хоть ты убейся Пролетаешь на вертолете Оказывается что там стоит Какая-то Статуя У которой стоит Подношение И это подношение Надо как раз таки И собрать Вот поэтому Как вариант Вот в таких более-менее Тихих районах Где нет Много ПВОшек Берешь вертолет Самолет И это все дела Облетаешь Иначе никак Так Так Хорошо Пока я играл Я понял что все таки Тандем Снайперская винтовка И автомата XI 556 Да Все таки Это Лучший вариант И Менять на что-то На что-то другое Нет Никакого Ни желания Ни смысла Потому что Сама Снайперская винтовка Просто Скорострельная Чудо Которое Только и нужно Использовать И больше Ничего использовать Не надо Вот А Как она называется А Что-либо другое Нафиг надо Ну Не Скорострельная Потому что Если промахнулся То Пока ты будешь Перезаряжаться Это Столько времени Пройдет Что Мама не горюй А тут Шпока все Вот Еще Какая фишка Появилась У меня У дрона Теперь Бесконечная Батарейка И это Никакие Ничеты Это У нас Апгрейд Апгрейд Да Вот Если бы Была бы Возможность Бесконечного Полета На Дальнее Расстояние Тогда Вообще Была бы Просто Сказка Но К сожалению Радиус Не Увеличивается В Диких Масштабах И Приходится Это Терпеть Наверное Ждем Когда он Приведет Нас К брату Понеслась А уж Пистолет Дон Жуан Который Мне тут Попался После Убийства Точнее После захвата Одного из Представителей Картеля Это вообще Что то с чем то У него урон то Побольше чем Все Все Остальное Чем У 5-7 5-7 Но Он просто Сносит Он Я с ним Хожу Как бы Если Не хочу Тратить Патроны На Автомат Я Хожу С ним И мне Вполне Комфортно Он Точно Достаточно Попадает Хотя Точность У него Ниже Ну Очень Даже Неплохо Мне Даже Кажется Что Дон Жуан Это Какая Модернизация 5-7 Все Не Более Просто Внешне По-другому Вот Ну Вот Такая У меня Мысль Вот А так Прямо Одно Удовольствие Кстати Хотел Думаю Ладно Если Мне Снайперская Винтовка Не Нужна Я Тогда Буду Ходить С двумя Допустим Пистолетами Пулеметами Или С Вот Вот еще одна цель о чем об этих девках но не знаю братец все сложное берешь когда автомат например тут два на ну и это тебе не бар где можно подсыпать чего-то в стакан а если они заорут и разбудят мамашу я их сам видел как две капли воды мать их и уже созрели я тебе говорю хватаем их уводим в укромное место отстегиваем кому надо и оттягиваемся до нового заказа урида потом сажаем их вместе со всеми и отправляем за границу и все план проще простого передаем данная оппозиция врага так и те кто но пишите процент пуля оказывается они и скачки распространяются на оба автомата то есть если тебя два их вот я как взяла мк 17 да и вот этот дом он буду с ними ходить тогда потому что оба автомата классная оказалось что поюзов и постреляв из мк 17 у меня пропадали патроны этого другого автомата вот то есть они как бы ну получается он берет все магазины все патроны для двух автоматов в принципе это логично конечно но я думал раз уж он для допустим м процент для пистолета пулемета и для автомата берут как бы разные я думал ну и если возьмет раз для хрена вот поэтому стрелять брать допустим два автомата бессмысленно потому что патронов у нас все равно не будет хватать на оба автомата вот решается это всегда очень просто достаточно взять например в одном случае в одном случае взять пистолет пулемет да в втором случае взять автомат тогда как бы проблема решается вот но опять же это не панацея потому что пистолет пулемет как вы понимаете это не совсем то же самое что и автомат у него хуже длиннобойность у него хуже точность у него все хуже единственное у него лучше скорострельность ну вот поэтому тоже не это не думайте что все так просто ну вот поэтому поэтому как по мне выбор такой достаточно очевидный это снайперская винтовка и и автомат ну вот тем более что они как бы чуть-чуть но взаимозаменяемы потому что автомат достаточно точно стреляет снайперская винтовка достаточно быстро стреляет вообще как бы картосина не он хотя 20 патронов в обоим это не очень интересно и я бы не отказался если бы их было бы больше ну ладно значит сейчас что делаем сейчас я зачищаю территорию чтобы этого чувака можно было спокойно взять и увезти потому что если его надо будет увозить это одно если его надо только допросить это конечно другое чё что там шкиришься ты зараза блин нормально пришлось потратить конечно 4 патрона но мы его по крайней мере шваркнули а это как бы хорошо хорошо норма Здесь плохие парни Вот примерно такая вот причина Почему я хожу Именно с таким набором оружия Вот Вот Кстати, еще кое-что Я заметил, наконец-то Когда проходишь над каким-то оружием Он его подбирает Точнее подбирает его патроны Что не может не радовать, конечно Но это странно, как по мне Потому что Во всех подобных играх Уже давно отменили Такую фишку, что Автоматический подпор патронов Ясно, выхожу Дайте найти хорошую позицию Ну вот То есть Ты должен Вижу цель Как минимум Ура, готов Как минимум Подойти и нажать Подобрать патроны Они как-то Иначе Ну вот Поэтому Это тоже Немного все Странновато Так Так, хорошо Мы возьмем пистолетик Их лейтенант убегает Открыть огонь Сотрудничай И все будет хорошо Приготовиться Огонь Принято Волк Давайте Их накипайте Как-то Принято Ну все Давай Допрашиваем Огонь Что такое Ты, блядь Кто еще Где Рид Кто Понятия не имея Кто это Не свисти, Эрнандо Или ты сдаешь мне Рида Или мечтатель узнает Все про вашу сеть торговли людьми Я не знаю Где Рид Этот мудак Никогда не показывается Пока груз не готов Или если что-то случается Сейчас как раз Тот самый случай Нет Есть код, ясно Введи его в ноутбук На аэродроме Когда Рид получит сигнал Сразу прилетит И все Давай, кот И говори, где этот аэродром Бомер Мы взяли братьев Геррера Были проблемы? Парочка И что вы узнали? Кот вызвал Рида На ближайший аэродром Он прилетит А мы будем его поджидать Великолепно За ним скорее Тут медаль картеля Какой-нибудь бандит Будет по ней скучать Забираем, да? Так Отлично Вот он тут, да? У нас Но у нас же есть еще задания Ну Не знаю Нам тупо сюда ближе Поэтому Я предлагаю съездить Сюда еще Есть инфа Насчет центра Координирующего Наземные перевозки В Каане Настаньте мне копии документов Включаем маршруты По которым идет контрабанда Отлично пока не знаю как проходить типа и снайперской винтовки за 300 метров причем не просто кого-то по моему тяжело вооруженно мне не нравится то что здесь можно поставить два маркера и эти два маркера ставится буквально самостоятельно подходим к автобазе помните санта бланка не должна узнать о нашем посещении охраняют плотно надо что-то придумать чтобы пройти мимо охранников не люблю вот это вот такие мусси охранники не проверяют машины картеля на въезде можно это использовать можно вернуться по дороге захватить машину и заехать на базу рядом с базой грузовики картеля действуем внимание сигнализация мы поручили повстанцам провести разведку но не так очень плохо все единственное как нам сюда подпасть видим мне кажется нам вот сюда надо снаперской винтовки теперь подкрепление с воздуха они не получат так кустики так хотя может быть и здесь но мне почему-то кажется что нам именно вот в это здание вертушка единство тихо так ладно вот тут прям нереальное количество я просто думаю может быть можно как то дроном посмотреть поискать куда нам надо но по идее нам нужно сюда куда-то а кстати у нас же и тут есть маленький домик но это столовка похода в принципе нелогично так что у нас еще остается из домов такого конкретного вот это может быть и ответ ладно значит сначала надо заняться тогда проникновением нам надо как то сюда попасть посмотрим то есть я как понял есть еще один всего десять только на машине что ли причем отсюда и так же можно на этом на мотоцикле да выехать а зайти как мы поручили повстанцам разведать местность как то тут видимо вот это можно спереть да ага давай попробуем почему нет машина стоит стоит почему бы ее не взять не знаю насколько они ее не проверяют но это она 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 и она если повезет они не обратят на нас внимание четверо американцев с оружием и скверным акцентом что тут необычного говорите себя у меня акцента нет ну да уж я согласен с тобой давай проходи чувак да хорошо теперь у нас следующая проблема все да это проблема была я сразу сказал мощное у нафиг пошли гриды захватим а там уже постольку поскольку нам самое главное же этого босса замочить поэтому мы знаем где рит и знаем код необходимый чтобы его выманить устроим сукиному сыну ловушку и грохни полностью с вами согласен полностью уберите пушки не надо пугать этих людей молодец сажусь на мотоцикл отлично вперед я догоню страны как это мотоцикл недопитый манг мягко говоря тут один боевик там и блокпост так почти 4 километра фигачить офигеть ну ладно а я же еще говорил о том что надо испытание проходить я тут блин базу не могу пройти какое-то испытание и заградить никак не получится город к сожалению слишком каменистый такая же фигня была у меня и в джунглях которая получается на юго-востоке да на юго-востоке там столько каменек еще и деревья мешают и проехать напрямить практически невозможно на камень на какой нибудь напрямся полетаю как бы сломал подставы сделать встречи этих санта бланке с карты с этим с единством я вам представляю сколько рожек искать эти да мацоцку конечно всякое бывает контрапонтисты приближаемся к аэропорту вижу крупные силы противника сейчас пошумим действительно ли они там крупные вопрос одного я отсюда вижу дрон в полете два вижу второй три четыре пять шесть семь восемь вижу это еще я это думал вроде обошлось порядок все хорошо что-то не очень они крупные были снайперская винтовка по мне очень странно стреляет звук ее очень странный эхо такое как будто я стреляю в помещении не очень странный эхо вот я в в в в в в в в в все с одной кемперки всех снял это ноутбук для отправки кода риду не очень-то и крупные силы врага были надо сказать по кому-то прошелся патрона уже не годы для приземления и должен получить сигнал он появится с минуты на минуту подготовьте засаду мы запросили подкреплению пока катаре понял группа скоро прибудет цель на подлете приготовиться йоу два бойца картеля прямо у груди покрышек еще одна цель иду на позицию мне надо сменить позицию вижу цель ясно цель получена я слышу что кто-то летит ну что все чисто нам летит вертушка а фанат снайперских винтовок отлично как это мы упустили из виду торговых отлично и видосик можно посмотреть немного как и иномики самая большая ошибка многих состоит в том что они занимаются только товаром конечно чем-то надо торговать но так денег не сделаешь килограмм листьев коки стоит меньше 2 долларов чтобы получить килограмм кокаина нужно 400 килограмм листьев даже кило очищенного кокаина стоит боливии всего лишь 1200 с каждым переходом границы цена растет в колумбии это уже 2 200 в мексике 12 тысяч пересекаем границу техаса 20 в нью-йорке наша инвестиция в 1200 долларов дает нам 35 тысяч в париже или лондоне от 68 до 74 это трубопровод который несет наш товар людям которым он нужен проложенный трубопровод сам себя питает рабочий транспорт зарплата взятки но если труба забивается еще одну партию угробили на прошлой неделе 7 тонн потеряли 4 самолета неделю назад создается пробка слишком большие излишки за ними не уследить мои люди друг другу продают мы не можем платить если нет результата гражданских похищают ради выкупа много воды надо забрать валерию и мотать он убьет нас прежде чем мы уедем так чё же делать когда решу сообщу тебе и ты тонешь нормальненько нормальненько нам же дали новую винтовку вот этот ястреб называется да но она наверно громкая как жопа отлично зачищаем и уходим на 5 зарядов очень долго долго перезаряжаются по сравнению с нашей любимой поэтому сейчас мы где он тут я забыл какая у нас господи это что ли надо да она отлично открываем карту открываем это бостон рид закончен пупу 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 что у нас у нас есть еще один босс прямо рядышком пошли его откроем хотя нет на же счет времени не так много нам нужен вот этот грузбичок пошли прикопаем к единству единству в ревнию сходить швей так что же выключил это в в в в в в в 30 штук надо завалить, да, говорите? Как можем сделать? Сейчас заедем на горку. О, где мы? Сейчас заедем на горку и прямо оттуда начнем их поливать. Летит птичка Единство. Берегись, вертушка Единство. Тихо. Мы сбережим вертушку. Похоже не по себе. Капитан убегает. Нам нужно то, что в пузырьке. Не взрывать. Нам нужно то, что в пузырьке. Не взрывать. Грузовик не уничтожать. Нам нужен груз. Берегите грузовик. Нам нужен этот груз. Это мой шанс. Атакуем. Всего лишь подозрения. Упасно. Упасно. Мы поручили повстанцам провести разведку. Что, все один, что ли, остался? И пятерых только убил. Нормально вообще? Погодили. Где-то тут только что были фиолетовые ребята. Черт, что-то застукали. А я чуть не застрял сейчас. Так, хорошо. Нам нужно устроить какую-нибудь войнушку, чтобы они приперлись. Ну, что это такое, пять человек на базе убить. Так, я хочу быть стрелком. Ну, что-то. Ага. Что-то ничего. Враг получил подкрепление. Стреляем. Враг получил подкрепление. На землю, отдалёт. Ну, что ж ты. Сейчас рванёт. Пойди, сейчас рванёт. Пойди, сейчас рванёт. Да беги ты, дурень. Открыть огонь. Есть. Единственные коротели сцепились. Ха-ха. Всем залечь, вертушка. Всем залечь, вертушка. Вертушка, ложись. Да нет. Да нет. м началось вообще жизнь подстала такая вертолет так что у нас с испытанием всего 11 ночи мы просили повстанцев прислать транспорт вертушка единства в воздухе куда нам он ее поставил а вот она все ли по близости нет всем залечь вертушка это вообще как ну ладненько все убит в бою печальненько надеюсь испытание не откатилось назад так ладно тогда давайте так я немного зачищу территорию уберу все лишнее пройду наверное испытание расскажу потом как их проходить если вдруг возникнет такой вопрос если не возникнет на всякий случай вот и в следующий раз мы с вами встретимся уже на новой территории за новым боссом поедем всем пока пока